Вера Сергеевна, Александр Андреевич, здравствуйте. Добрый день. Итак, первый вопрос я бы, наверное, хотел задать Александру Андреевичу. Мы знаем, что вы являетесь еще и председателем муниципальной избирательной комиссии Ленинского района. Что в связи с вступлением в силу нового закона нас, собственно, ждет? Ну, надо всегда рассчитывать, наверное, на позитивный, положительный результат. Произошло хорошее изменение района. Это не только формальный подход, то, что мы стали городским округом, но и это влечет за собой и будет реализовано много различных позитивных, положительных моментов. Ну, среди таких рабочих моментов, это изменение структуры избирательного процесса. Сейчас до окончательно, до того момента, когда будет выбран новый совет депутатов, продолжаем работать в обычном режиме. Мы выборы не проводим, никаких нет в связи с тем, что округ отменены выборы муниципального уровня. А так будем вот сотрудничать и работать. Я уже полноправный член комиссии территориальной, вот вместе работаем с Юрой Сергеевной. И я думаю, что будет все нормально. То есть будет какой-то переходный период, я правильно понимаю? Ну, его трудно назвать переходный период. Он будет просто в других условиях работать с комиссией. Версигем, тогда вопрос к вам. Вот в связи со вступлением в силу этого нового закона о территориальном самоуправлении, каких выборов нам ждать, куда, когда они будут проходить? Да, действительно, буквально на днях вступил в силу закон Московской области о местном самоуправлении на территории Ленинского муниципального района. По сути, мы уже с вами можем считаться городским округом, но преобразование в городской округ, конечно, не происходит за один день. Действительно, есть переходный период, в течение которого должен быть сформирован представительный орган, то есть это Совет депутатов заново должен у нас избраться уже нового муниципального образования городского округа. Он будет состоять из 30 депутатов, это определено законом. Депутаты будут избираться у нас по одномандатным округам, то есть избирательная система на территории на нашей остается прежней. Но, конечно, число избирателей существенно возрастет. То есть на данный момент у нас численность избирателей по состоянию на 1 июля составляет почти 113 тысяч избирателей. Путем несложных математических действий мы с вами понимаем, что где-то 3800 избирателей, 4000 избирателей будет приходиться на один избирательный округ. То есть один депутат будет взаимодействовать вот с таким количеством своих избирателей-жителей. Поэтому, естественно, этот закон также влечет и формирование новой муниципальной избирательной комиссии. Ту тему, которую затронул Александр Андреевич. Законом четко это определено. Ну а так, в ближайшее время, конечно, избирательная комиссия Московской области будет принимать решение о возложении полномочий по проведению выборов депутатов городского округа на нашу территориальную избирательную комиссию. И в соответствии с законом мы должны такие выборы в городской округ провести не позднее, чем через 6 месяцев. То есть в ближайшее время нас ждет большая работа в нашей комиссии. Ну и, конечно, мы будем информировать наших избирателей, чтобы они уже знали, и на какие избирательные участки им идти, и какие будут округа. Естественно, это все будет размещаться в открытом доступе. Сейчас есть какие-то, может быть, поверхностные наметки того, когда именно, ну хотя бы приблизительно плюс-минус могли бы быть организованы эти выборы? Ну вот, как только что мы с вами проговорили, что они проводятся не позднее, чем через 6 месяцев. Если, опять-таки, вот закон на днях вступил в силу, 6 месяцев это у нас январь-месяц, ну то есть крайний срок это январь, но я, конечно, думаю, что все мы будем стремиться к тому, чтобы дата выборов была назначена в этом году, чтобы мы уже с вами в Новый год вошли с новыми органами местного самоуправления. Сейчас дата уточняется, согласовывается, естественно. Но в любом случае мы будем, конечно, стараться максимально от нас возможное сделать, в том числе и сроки, для того, чтобы это было удобно и избирателям, и не тормозить процессы формирования нашего городского округа. Ну, я все-таки уверен, что и процесс подготовки к выборам, и сами выборы пройдут без всяких происшествий, как принято говорить. Опять же, мы как средство массовой информации окажем всяческое содействие, чтобы разъяснять людям, может быть, какой-то новый порядок или какие-то изменения в законодательстве. Спасибо, что пришли к нам на эфир и так подробно обо всем рассказали. А я напомню, что у нас в гостях были председатель территориальной избирательной комиссии Вера Маркина и заместитель председателя Александр Цимбал.